Как поступать, если в отношениях такое ощущение, что мы с партнёром поменялись немножко ролями? Он любит гладить, готовить. Готовить я люблю, и он как-то ревностно к этому относится. А он работает? Мы оба работаем, да. И ещё он хочет готовить. Да, у него энергия, наверное. Женщины, поднимите руку, кто мечтает вот так, чтобы ещё готовил, работал, ещё готовил. Вот смотрите, сколько женщин, все говорят, обожаю такого мужчину вообще, если он готовить будет. Но я тоже, ну всё равно, там отношения как качели. Много хорошего, много плохого. У меня такое ощущение, что в последнее время идёт ситуация. В последнее время у вас, да, у вас плохой период идёт. Всегда плохой период какую-то энергию берёт и через неё действует. У вас энергия воздуха тает в этих отношениях. Это означает, возникает холод, нет контакта, нет любви, чувство безысходности. Нет любви с его стороны? Ну, это так действует судьба. Кажется, что с его, ему кажется, что с вашей. Длительное движение, надо, чтобы восполнялся воздух, длительное движение. И стараться прилагать усилия, быть вместе, терпеть, прощать, дать возможность готовить. Как это? Инструкция, когда вас насилуют, да? Самый лучший способ – расслабиться и пытаться получить удовольствие. Так и тоже здесь, тоже на кухне. Ну, муж готовит, надо расслабиться и пытаться получить удовольствие. Это не самое худшее желание у мужа. Иногда мужья хотят других баб. Иногда напиваются, иногда с ножами бросаются. А тут он хочет готовить. Не знаю, как готовить. Ну, хорошо готовить. Ну, смотря, что мясо, он мясо ест, да. А остальное все плохо. А с суты и овощи лучше йог. А еще иногда, не знаю, как реагировать, если он в последнее время финансовую проблему затрагивает. И намекает на то, что с тех пор, как на месте, он не выше своих финансовых возможностей живет. Хотя я сама зарабатываю, много я сама оплачиваю в своей жизни, в принципе. Он живет хуже, то есть? Он живет хуже, когда вы вместе? Ну, вот недавно он не вздвигал, уплёк, что, да, что у него с финансами сейчас хуже стало. У вас сейчас есть опасность разрушения семьи. Эта опасность началась полгода назад. Продлится еще год и два месяца. И ваша задача не обращать внимания на все, что он говорит, делает. Потому что по вашей судьбе бросать будет он, а не вы. Поэтому надо терпеть, прощать и побеждать судьбу. Мне кажется, что уже какой-то клим между нами есть. Так я и говорю, что идет разрушение семьи. Судьба сейчас так действует. И через два с половиной месяца будет пик этого влияния. Это побеждается молитвой. То есть там кто-то третий еще пришел. Вы слово «судьба» понимаете? Нет. Не знаю. Нет. Судьба — это энергия, которая действует из-за того, что вы совершали какие-то поступки плохие. Понимаете? То есть в прошлой жизни в мужском теле вы бросили жену. И за это сейчас терпите судьбу, влияние судьбы. Она вам возвращает ваш поступок назад. Никаких третьих нет. Он хочет другую женщину сейчас. Он хочет. Хочет, да. Но это желание, оно и периодически появляется, исчезает. Вот, допустим, где-то полгода назад вы сами хотели другого мужчину. Ну, что, я вижу эту энергию, она на вас влияла. Нет? Я с тех пор, как мы вместе, не только на нем была сконцентрирована. Молодец, отлично. Так у нас есть, вероятно, вместе остаться или нет? Вы что такая вот упрямая? Вам мандаринку кидают, надо ловить мандаринку и радоваться им. Что вы как бы сразу, есть или нет? В мандаринку кидают, ловите. Однозначно, что вы должны остаться с мужем. И такая вероятность очень высока. Вероятность разрушения семьи максимум 20% из 100. И это 20-25% будут, когда через 2,5 месяца. Он даже может предложить вам развестись. Предложить. Мы не женаты. Мы живем в разных квартирах. И, в принципе, он, наоборот, хотел в последнее время, чтобы я к нему переехала. А чего же вы не переехали? Ну, потому что насчет женить бы он как бы еще тормозит. У него 3 года, 4 года назад умерла женщина, с которой он тоже не был женат, но 20 лет счастливо жил. И он уверен, что не обязательно замуж выходить или жениться. Но у вас в стране это опасно, жениться, да, там, имущество, там, все прочее, да, то есть можно пострадать, да? Ну, дорого, да, если что. Хорошо, тогда надо переезжать. Надо переезжать. Если он хочет другую женщину сейчас, потому что я это чувствую, да, что он как-то ко мне аплодировал, все бросать, к нему переезжать, а потом новую квартиру искать. Я живу в Берлине, у нас очень сложная ситуация с квартирами. Надо его душить. Чем? Ну, как? Ну, как чем? Любовью? Женщина чем душит? Любовью душит? У меня, наверное, проблема с этим. Мне кажется, у меня сердце, может, где-то холодное. Не, у вас все нормально, просто вы, если это ваш человек, вы верно себя ведете, тогда надо, сейчас он предложил переезжать, надо переезжать. Чего важнее, квартира или человек? Человек. Ну, выбирать человека. Часово я такой раздражительный, иногда меня пугает, что он... У него, да, нехватка энергии воды очень сильная. Надо ему помогать, в ванне лежать, чтобы он восстанавливался, чтобы, ну, восполняться. Значит, не, Марица, я молюсь, но у меня перед работой минут десять всего получается по утрам. Учитесь жить правильно, учитесь, потихонечку развивайтесь. А правильно это так? Ну, вот это все. Желать людям счастья, прощать, терпеть. Все аскезы делать для восполнения энергии. Вот у вас сейчас просадка по пране, это значит, что волевые функции страдают. Нет сил правильные решения принимать. Вот. В лекциях все есть, вся эта информация, как правильно жить. Режим дня, правильное питание. Потихонечку делайте все, свою жизнь правильной, и она станет счастливой. Всегда ближе надо стараться быть человеку близкому. Потому что если вы на расстоянии, то может плохая судьба разлучить. А то, что он уже сомневается, это так действует судьба злая. И надо бороться с этими сомнениями. Тем, чтобы быть ближе. Да. Надо всегда по-другому мыслить. Вот вы мыслите, если он думает о другой, тогда все, я не бережаю. А надо наоборот думать, вот моего мужичка отнимают у меня. И надо его себе оставить. Да, с этим у меня проблемы в этом плане очень много. Ну, глупо, это глупо. Я знаю. Вашего мужичка отнимают, то вы его надо себе оставить. Вот, допустим, вы разведетесь, кому хуже будет, вам или ему? Нет. Конечно, потому что женщине очень трудно найти, она привыкает к человеку, создает отношения. И потом годы как бы одна, а ему раз, сразу там нашелся какой-нибудь. Даже если вы говорите по вашей победе, если человек бросает, то он все равно бумерангом получит плохое. Да, вот мужчина получает плохое одним способом, а женщина другим способом. Женщина, если бросает, она остается одна надолго. А мужчина, если бросает, ему Бог дает женщину, к которой он сильно влюбляется, высасывает из нее соки, а потом она его бросает. Вот так мужчина получает проблему. Но вам от этого легче не будет. А будет, наоборот, тяжелее. Потому что женщина всегда своего мужичка ревнует к чужому счастью. Даже если вы расстанетесь, он все равно вашим останется мужичком. Женщина не отвыкает быстро. Нужно время. И будете смотреть, как он там ля-ля-тру-ля-ля с кем-то. Вам это нормально? А я вижу, что так может быть, если вы будете глупить. Когда плохая судьба действует, человек поддается этому. Это неразумно. Надо сопротивляться. Значит, молиться. Больше, дольше. Ну, представьте, как бы удав лежит, лягушка прыгает. Раз, увидела удава. Начала действовать плохая судьба. И она ура, в рот удаву, как бы. Нормальный вариант так вот мыслить? Назло, назло, назло себе. Нормально? Ну, зачем назло себе действовать? Судьба отнимает вашего мужичка. Надо защищать. Не на эмоциях действовать, а с позиции разума. Не можете даже переезжать и сказать, я вот решила переезжать, но пока думаю. Хотя бы так вот двигайтесь в этом направлении. Я так сказала, он так обрадовался. Потом была какая-то ситуация, что я ему вопрос задала. А может, всё-таки нейтрально говорит? Да, я вижу, что ты вообще не хочешь переезжать, и всё. Вот, вот, обиделся. И после этого у него вообще как отрезал ко мне. Да, вот и всё. План стоит. Всё. Всё. Видите, как опасно вот вы поступили. Какой опасный поступок вы совершили. Вы приедете к нему на пару дней, там, поубирайтесь, похозяйничайте. Потом посмотрите, что тебе понравится. Какой разумный мужчина. Такое классное предложение. Я уже попробовала. С утра даже перед работой приготовила и дубно. Приедем после работы, будет сюрприз. Уже всё готово на ужин. Так я приехала, он все окна пооткрывал. Говорит, тут едой пахнет. Я проветриваю. И после этого руки отпускаются вообще что-то делать, честно. У него там маленькая квартира, что ли? Приготовлена. Моя, чем моя. Два раза больше. И всё равно у себя квартира едой пахнет? Ну, так вот он сказал. Такое ощущение, что он, наверное, в прошлой жизни женщина был. Такой немножко капризный. Так вы в прошлой жизни мужчина, он женщина. Это все так меняются. Так что пробовала уже. Спасибо за совет. Будьте осторожны. Просто я думала, может, насильно, а мил не будешь. Будьте осторожны. Вас судьба разрушает вашу семью. Вы подчиняетесь её воле. Ваши мысли греховны по природе. Если вы будете дальше этим путём идти, не пытаться сохранять со всех сил свои отношения. Вы однозначно проиграете в этом во всём. И пожалеете очень серьёзно ещё. А какие смыслы у нас в этом в смысле? О, мой хороший, всё классно. Ля-ля-ля-ля. Всё. А несмотря на то, что вот такая ситуация у вас. И внутренняя, и внешняя. Она будет сейчас ухудшаться. А вам надо всё равно терпеть. У меня у жены такая ситуация сейчас. Говорят, я не хочу жить. А я не обращаю внимания, терплю её в водичку направляю. Вот. Поэтому не надо идти на поводу. Надо всегда стараться быть сильнее событий. Сильнее. То есть он грубит, а мне нужно ему лопаться? Нет, грубит чуть подальше, но не бросает человека. Кстати, он мне каждый день признаётся в любви, записки пишет. Ой, какой хороший. Ой, какой классный. Получается, это всё фарс? Нет? Получается, что у вас очень много сомнений. Видим только плохое, хорошее, привыкли уже. Хорошее тоже вижу. Ой, моя хорошая. Играетесь с огнём. Накажет Бог вас за такое поведение. В смысле за сомнение? За сомнение, да. За то, что не приближаете к себе человека. Моё утверждение, что надо обязательно расписываться, не везде работает. В некоторых странах может не работать. Потому что в некоторых странах, может быть, есть силы, которые мешают это делать со стороны государства. Допустим, слишком строгие правила, которые людей пугают. Надо всё это учитывать. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Человек всегда должен начинать с себя. Победа над судьбой имеет три круга. Первый круг внутри меня. Надо сначала здесь всё наладить в отношениях, здесь, внутри. Стать сильным сначала самому. Сразу 30% проблем отпадает, если мне хорошо жить, легко. Я на 30% меньше вижу проблем в отношениях с человеком. Потому что эти 30%, которые я вижу в отношениях, мне кажется, что это его проблемы. А это мои проблемы. А свои проблемы никогда человек не замечает, потому что мы к себе привыкаем. Нам кажется, что всё у меня нормально, это у него проблемы. Но когда я решаю свои, я вижу, что у него тоже заканчивается. И таким образом можно только понять эту вещь. Второй круг судьбы между нами. Между нами — это ниточка, связь. Вот закройте глаза и вспомните близкого человека. Вот, допустим, у вас, между вами ниточка, женщина, между вами раздражение. Сейчас раздражение, связь. Я смотрю вот в вашу ниточку раздражение с вашей стороны. А с его стороны обида. У него обида, у вас раздражение. Вас от него трясёт, он обижен. Вот такая у вас связь. А если бы вы второй круг судьбы проработали, между вами была бы чистая, светлая память. А у вас её нет. Это значит, что вы не дорабатываете. Вы раздражаетесь, он обижается. Вот это прямой ответ на ваш вопрос, что происходит. И третий круг судьбы внутри близкого человека находится. Вот его менять — это только третий шаг. Первый шаг с собой разобраться, потом между вами означает терпеть, прощать, принимать, заботиться, желать счастья человеку, очищать, очищать, очищать судьбу. И потом только уже с ним разбираться. Это уже 66% надо пройти, чтобы потом с ним разбираться. А с ним тогда разбираться будет уже несложно, потому что он от тебя что будет видеть? Счастье. На счастье люди все как реагируют? Хорошо. Есть божественная любовь, а есть человеческая. Вот, допустим, вот женщина любит ребёнка, да? Это от Бога любовь идёт. Вот он, допустим, капризничает такой, кричит. Женщина что? Как она это воспринимает? Да ты мой хороший, да что же с тобой происходит? Да что же тебе нужно, чтобы ты не плакал, мой ребёночек любимый? Так? А если муж вот так? Как она воспринимает? Козёл. Видите, какая разница восприятия? Ребёночек, что бы ни делал, он хороший себе. Он капризничает хороший, муж капризничает плохой. Ну, значит, у нас есть зона роста. Если Бог нам даёт, то всегда всё хорошо. Бог даёт любовь. Мы к детям относимся хорошо, потому что это божественная энергия, не наша. Это не наша заслуга. Это не заслуга матери, что она любит своего ребёнка. Это Бог защищает так детей своих, когда они маленькие. А потом мы вырастаем, становимся большими. И уже сами должны учиться любить. А что это значит? Это значит, капризничает близкий человек. Да ты мой хороший. Вот как надо учиться. Так же, как детей любить, взрослых. Конечно, это неприятно. Когда Бог даёт любовь, всегда приятно. Как бы ребёнок себя не вёл, всегда приятно. Надо, организаторы есть, на задних рядах надо открыть шторы полностью и открыть окно, потому что воздуха не хватает всё равно, потому что шторы не дают возможности идти в воздух. Можно не полностью, хотя бы чуть-чуть. Вот. Можно у меня тоже вот здесь вот открыть. Я не мёрзну. Мне можно открыть. Видите, душновато, да, сидеть? Хотя окна открыты, потому что воздух не идёт. Ой, нет, полностью не надо окна открывать. Полностью не надо. Сейчас все замёрзнут. Надо свету только чуть-чуть. Так, ага, хорошо. Вот. Легче стало, да? В зале лучше стало? Почувствовали воздух? Воздух, когда почувствовали, что появилось? Лёгкость. Лёгкость, оптимизм, да? Воздух такой, хорошо. А-а-а, хорошо. Это энергия счастья. Воздух — это энергия счастья. А-а-а, хорошо. Воля. Возможность думать появилась. Когда воздуха нет, не хватает возможности думать. Олег Геннадьевич говорит вроде бы правильно, но непонятно. Не шевелится, потому что не хватает воздуха, не шевелится мозг. Воздух дает возможность двигаться. Всё, пошло работать. Изучайте, как жить, изучайте. У каждого своя судьба. Вот судьба на сомнения, допустим, взять. Ну почему я сомневаюсь, ну почему я сомневаюсь? Это очень сильно глубокие вещи. Вот, допустим, если взять вас, то когда вы уходили из жизни, в прошлой жизни, вы, да, вы уходили в очень сильном страхе. И у вас была парализована воля во время ухода из жизни. Была парализована воля. И когда человек уходит из жизни в каком-то состоянии, потом всю жизнь он это состояние держит в себе. И поэтому у вас, видите, у вас волевой фактор страдает всю жизнь. И поэтому вы сомневаетесь. Всё время сомневаетесь постоянно. Причина эта с прошлой жизни идёт. И вам надо с этим бороться. Надо длительное движение совершать, чтобы постоянно волю укреплять. Нужно, когда вы сомневаетесь в человеке, убирать это, понимать, что это плохая судьба действует. Уже знать себя на этом ловить, учиться. Не идти на поводу этих мыслей. Уже вот вам сказали, что сомнение — это и есть разрушительная сила, которая с прошлой жизни вас убивает. И, видите, когда вы не сомневаетесь, только вы начали мне говорить, он пишет мне записки о любви каждый день. Блин, ну это так классно. Даже если мужчина вообще не любит и пишет записки о любви, да ему надо прямо в ноги упасть за это. Да он такое счастье женщине приносит, когда пишет записки о любви. Правда ведь? Это так классно вообще. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начать. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще без снег, еще без снег, родная дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще без снег, родная дождинка, еще не дождь. Вот вы такая у нас. Хорошо. Ладно. Итак, первое правило. Начинаем работать над собой, когда есть проблемы в отношениях. А хочется работать над близким человеком. Закон так всегда действует. Если проблема начинается, я хочу над близким человеком. А нельзя. Нельзя. Потому что так действует судьба. Я всегда в этом случае рассказываю вам один и тот же анекдот. Индейцы поймали ковбоя, привязали к дереву. Сами танцуют там. И он, да-а-а-а. Надо работать над собой. А он хочет над ними работать. Говорит, да, это все, это все. Уже конец. Внутренний город говорит, не конец, у них там праздник. Они сейчас напьются. Ты постепенно отвяжь, ты избежишь. Нет, 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 это конец. И так истерил, истерил, внутренний город говорит. Ну вот, видишь, там самое с крупными перьями ковбоя, вижу. Ну позови его. Позвал. Плюнь в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Ну то есть, если вы сами начинаете привлекать плохую судьбу, то что она будет делать? Она согласится с вами рано или поздно. Зачем себе создавать проблему? И так вот, запомните, тянет разбираться с ним, а надо разбираться с собой сначала, когда приходит плохая судьба. И если все-таки вы начали разбираться с ним, извиняйтесь потом. Не делайте потом это из этого правила. Ну раз я уже в рот куда бы начала прыгать, значит такова судьба. Или значит так надо. И пошла дальше прыгать. Ну попрыгала немножко, остановись как бы. И прыгай назад. Вот. Понятная система? Не надо из принципа дальше прыгать. Типа я вот начала так, ну что теперь менять все в жизни. Буду прыгать дальше. Это первое. Как начинать с себя? Надо себя продиагностировать. Есть три слоя жизни. Есть психофизический слой. Это настроение, мои обиды, моя раздражительность, мою переносимость, непереносимость, гневливость, обидчивость, ранимость. Не могу есть ни тяжело. Это психофизический слой. Никак не связан с логикой, психологией, с философией. Просто не хватает энергии. Раздражительность не хватает энергии. Ранимость не хватает энергии. Не могу с ним находиться рядом, не хватает энергии. Не надо к астрологу идти. Вот если бы вы не поели, допустим, и у вас слабость, зачем идти к астрологу? Он вам скажет, что у вас природа такая, что руки трясутся, это ваша природа. Вас покармить так положено. А надо пожрать, и все, и заканчивается природа. Понимаете, выдумываете все. То есть обидчивость не хватает энергии, раздражительность не хватает энергии. В отношениях холод пошел, не хватает энергии. Потому что не хватает энергии праны. Когда энергии праны хватает воздуха, то ты можешь дойти, приблизиться к близкому человеку. Если не можешь приблизиться, холод идет. Значит, судьба вас разлучает, лечит длительное движение. Холод пошел, иди по парку гуляй. Раздражительность пошла, в воду завезла. Если негативные мысли, все плохо, это конец, значит, тогда пост на воде или на зелени, в баньку сходить. Или съездить куда-нибудь на острова, где много солнца. И солнышко получить, энергию солнца. Понятно? Какую зелень надо есть? Вы сказали, зелень. Какую есть определенная шпинат? Ну, самое лучшее, это лист салата. Это самая мягкая такая зелень, которая не перегружает никогда человеку. На втором месте стоит шпинат. Если это не нравится, это другое и другое, значит, тогда сельдерей. Вот три варианта самых лучших. Можно воспринимать, как зелень, пекинскую капусту. Она тоже как зелень идет, но она уже похуже. В основном надо зеленую зелень лучше всего видеть. Ладно, мои хорошие. Итак, диагностируем себя. Начинаем работать над собой. Начинаем диагностировать. Если у меня что-то вот как-то характер страдает, настроение страдает, от работоспособность страдает. Значит, нужно наполняться энергиями природы. Значит, у меня не хватает энергии природы внутри. Раздражительность, ранимость, обидчивость, энергии воды не хватает. Значит, в воде сидим, статические упражнения делаем. В воде сидим, воду наполняемся. Статические упражнения, она начинает циркулировать и усваиваться в организме. Если плаваешь в воде, это ничего не приносит? Приносит все равно. В воде можно делать, что хочешь, а стоять надо на суше. То есть, когда не двигаешься, то энергия воды начинает циркулировать. А в воде, ты что не делай, все равно вода обсасывается. Ты же в воде находишься. Понятно? Если у человека в отношениях сухость, холод, нет контакта, если чувствуешь, что нет сил вместе жить, ты такой холодный, как айсберг в океане. Вот. Значит, не хватает энергии воздуха. Значит, волевые функции страдают. Нет контакта. Значит, воля, она же есть наружная, есть внутренняя. Внутри тоже энергия воли действует без тебя. Ты не можешь контактировать, потому что энергии нет. Длительное движение помогает контактировать. Если разочарование, депрессия, плохие эмоции, плохое настроение, все плохо, значит, тогда пост. На зелени или на воде. Баня. Сначала вода, потом парная, потом опять вода. Все в методичке написано, как надо правильно наполняться энергией солнца. Пост всасывает энергию солнца, солнечное питание активизирует. Радость на эмоции, тоже противоположные вещи надо делать. Учиться радоваться людям. Через людей энергию солнца можно получать. Выйду на улицу, солнца нема. В Германии живем. Дальше что? Радуемся кому? Людям. Если не женатый, значит, красные девки свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Девчата гуляют, и мне весело. То есть, красные означает солнечные. Красные девки, солнечные. Красавица, значит, красные щечки, глаза горят. Солнечная энергия. Мне весело, значит, радуюсь. Получил солнечную энергию, радуюсь. Ла-ла. Мужчина как солнечную энергию проявляет? Он выделяет из себя хорошее настроение. Женщина как солнечную энергию проявляет? Любит людей. Когда женщина любит людей, она красная девица становится красивой. А мужчина, когда радуется, он какой становится? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жизнерадостной. А девушка какой становится? Любит людей. Все. Она становится хорошей, когда солнце... Да, хорошей становится. А солнца не хватает, но она плохой становится. Мужчина, когда солнца хватает, каким становится? Радостным. А солнца не хватает, каким он? Печальным становится. Пропала мольбина, невеста моя. Вот, печальным. Никому не нужен печальный мужчина, правильно? Всем нужен радостный. Да? Хорошо. Итак, мы изучаем, что делать, как разобраться в отношениях. Сначала разбираемся с собой. Ну, допустим, у меня обидчивости нет, раздражительности нет, настроение хорошее, работоспособность хорошая, энергии у меня хватает, все нормально. Замуж не могу выйти. Значит, что у нас? Следующий слой жизни называется социальный слой. Связи. Это уже не внутри тебя, а между нами. Связи наши страдают уже. Если связи страдают, значит, у тебя есть проблемы с чем? Первое, восприятие людей. Ты людей не любишь, значит. Мужчины, любовь к людям означает помогать, ответственность. Он через ответственность действует. Заботится о людях. У женщины это действует через заботу тоже, то есть это через любовь. Женщина видит кому-то плохо, хочется помочь, быстрее бежит на помощь. Это социальная сила называется. Когда у человека есть социальная сила, он этой социальной силой, девушка, становится не просто красивой в зеркале, а ее красоту начинают замечать. Есть два вида красоты. Одна, когда тебя замечают, а другая, когда тебя не замечают. Ты красивая, но не замечают. Почему не замечают? Потому что нет силы. Она должна заставить себя замечать. А как она заставляет? С помощью желания заботиться о людях. Проявленное желание. Сильное желание помогать, включаться в отношения. Заставлять себя быть активной. Не мечтать, а жить. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти? Не знаю. И дальше куча запросов. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил. Те, чем мамой называл. Был спиртного равнодушен. И в компании не скушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Ну, то есть, найдет она себе кого-нибудь? Нет. Нет, почему? Потому что она не действует, мечтает просто. Свою красоту не проявляет. Как красоту женщина проявляет? Любит людей. Вот как по улице идет девушка, которая любит людей? Как она идет? Она нежно смотрит всех, людей любит она. Смотрит на них очень, такая, по-доброму, хорошо. Так? Она идет свободно, не зажимается. Потому что, когда женщина не любит людей, она их стесняется. Когда любит, она свободно идет. Ей хорошо. Как дома она идет. По Франкфурту. Как дома. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Идет как дома. Так? И что дальше будет, если, допустим, подходящий мужчина, значит, контакт сердечный. Что значит подходящий? Сердце, сердечная связь, контакт. Ниточка включится у него. И он увидит такую девушку, и что дальше с ним произойдет? Парализует. А? В машине смотрит, да? Ну ничего по тормозам даст? Ну ладно, вы не понимаете. Сейчас я вам песни включу. Он становится очень счастливым. Он начинает видеть природу, чувствовать людей. Он когда видит красивую девушку, он такой, вау, как все хорошо в жизни. Жизнь становится прекрасной сразу. Парализирует. 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 Я вспоминаю, тебя вспоминаю, Тарадочка моя, прошла заря. С летящей походкой ты вышла из мая, И скрылась из глаз. Вот, видите как, летящей походкой. Все начинается, конечно, с энергии природы. Женщина должна радоваться. Вот для чего женщина вообще родилась на этой земле? Для чего? Наслаждаться жизнью. Вы наслаждаетесь? Нет. Если не наслаждаетесь, красоты не будет. Надо радоваться всему, чего видите. Учитесь радоваться. ПЕСНЯ Правильное настроение у девушки? Как она должна жить? Радоваться людям, радоваться природе, всему радоваться. На машинах ездить не обращать внимание. Не надо обращать внимание на то, что не очень хорошо. А то, что очень хорошо обращать внимание, называет сознание пчелы. Пчела, она все время летит к нектару. Не обращает внимание на ничего плохое. То, как нектар. Нектар и пыльца – это энергия любви растений. Все. Больше она ничего не интересна. Муха тоже любит сладкое. Но по дороге видит бардак лежит. И она в этот бардак залазит. Там у нее парыши потом появляются. Она там в этом бардаке всю жизнь живет. На букву Г. Я не знаю, как по-немецки. Если вы видите все время машины, машины. Людей не видите, природу не видите. Значит, хоть по-немецки, хоть по-русски будете жить на букву Г. Что видите, там вы живете. Вот девушка радовалась природе. И дальше у нее появилась что? Красота. Это счастье этого мужчины. А у женщины красота. Все в красоту идет. Так, красота появилась. Красота появилась. Дальше что? Она может сразу берегни на всех людей. Любой девчонки не проста, как это кажется. Она по-русски присутствует. Наполнился ноги природой. Дальше шибай всех нос в ног. Ищи себе мужа. Нашла мужа, значит, вкладывайся уже в семью. Свою красоту туда неси. Но женщина родилась для счастья. Если вы сами себе счастье не хотите давать, вам его никто не даст. Чтобы себе счастье давать, надо себя заставлять. Потому что у женщины для этого все есть. Вот как вы думаете, мужчина или женщина больше видит красоту людей? Женщина радуется собачкам, кошечкам. Собачку увидела. Или кошечку. Маленького ребенка увидела. Я в самолете летел, там семья, трое детей. Я наблюдал, как за этими детьми смотрят женщины. Мужчины смотрят и смотрят. Вот. Наблюдал, как женщины смотрят. Как они смотрят? Да? Женщинам нравится все живое. Что-то ползает, ей нравится. Ну и что-то ползает, конечно, не нравится. У женщины поэтому очень сильная реакция на то, что ей не нравится. Таракана увидел. Или мышку, допустим. Да? Почему такая реакция? Потому что женщина сильно связывается с объектом. Это ее природа. Сильно связывает свое внимание со всем, что она видит. природа женщин. Ну и учитесь связывать с хорошим свое внимание. Научитесь. Это признак разума для женщин. Наполняйтесь красотой. Нет красоты для женщин, нет жизни. Женщина думает, наполняться красотой означает макияж наносить. Это тоже, в принципе, хорошо. Главное, не переборщить. Даже женщина противогаз одела. Как бы муж с работы приходит, он говорит, как я тебе. Он говорит, как обычно. Он говорит, ну ничего не извинилось в лице. Он смотрит, смотрит, что брови выщипало что-то. Не переборщите, главное. Надо естественную красоту вырабатывать с помощью включения в себе женской природы. Женская природа означает наслаждаться жизнью. Некоторые женщины думают, что наслаждаться жизнью означает побольше поспать, побольше пожрать и все прочее. Или повкуснее. Это тоже хорошо. Женщине хорошо расслабиться в постели, хорошо вкусненькое поесть. Вкусненькое тоже дает красоту. Но надо учиться получать счастье от тех объектов, которые приносят пользу. Это свежий воздух, солнце, вода, длительное движение, неподвижное положение тела, посты. Это, конечно, трудно, но надо учиться этому. От людей получать счастье. Видишь человека, сделай себе за правило. Найди в нем, что в нем красивого. Вот в любом человеке ищи красоту, как пчела ищет нектар. Что в нем красиво в этом человеке? Даже в совсем некрасивом есть что-то красивое. Когда вы натренируетесь, будете ходить и будете наполняться только красотой, красотой. Вот и все, так можно выйти замуж. Вот вы спрашиваете, как выйти замуж? Только с помощью наполнения красотой. Чем больше красоты, тем быстрее замуж. Нет красоты, нет возможности выйти замуж. То есть мы первый слой разобрали, природа нужна, да? Это мы завтра будем накачиваться энергией природы. Что будем делать? Улыбаться будем, бегать друг с другом, желать счастья. Купаться в реке, смотреть, как это делают другие, если у тебя не хватает сил. Допустим, я же как бы не терминатор, правильно? 59 лет, 17 километров, со скоростью 6 минут 30 секунд километр бегает. Я к этому пришел постепенно, с помощью тренировок. Вы можете видеть, что даже в возрасте человек может чувствовать себя здоровым, счастливым. Хотя ездить, вот я сейчас эта поездка, у меня будет пол земли облечу. За одну поездку. 30 тысяч километров. Там 20, ну минимум. Кстати, у нас будет в Испании фестиваль к концу поездки. Там мы будем и бегать, там и в море купаться. С 12 по 16 апреля. Это уже вот в это время закончится моя поездка. Видите, как раз через месяц ровно такая длительная поездка будет. Вот, и там в Испании можно там как раз на практике, вот, будем все делать статику, динамику. Будем там, поста там не будет, конечно. Городом вас смотреть не будем. Вот, в море купаться будем. В апреле самое лучшее море, потому что уже и солнце светит, и вода холодная. Это очень хорошее сочетание. Вода, когда теплая, она как по носу. Неприятно, правда. Нет никакого счастья. А прохладное вместе с солнцем, это такая благодать вообще. Так классно. Ну, не всем это понятно. Второй слой жизни это отношения. У нас много очень заморочек. Мы боимся людей. Не наполняемся счастьем. Но вот мужчина всегда, везде должен показывать свою силу. Должен быть сильным всегда. Красота. Красота мужчины это сила. Сила не означает сопротивляться, бороться со всеми. Сила означает терпение, принятие, прощение. Сила мужчины означает, что он очень ведет себя спокойно. В спокойствии. То есть энергия природы тоже в спокойствии у мужчины идет. У женщины в красоту, у женщины в силу, у мужчины в силу. Он может достичь своего в жизни, преодолеть трудности. Это красота мужчин. Женщина в мужчине что ищет? Устойчивость, да? Надежность, надежность. Это сила. Он ответственный, верный, серьезный, заботливый. Да? Она ищет вот этого женщина. Чувствует. И она сразу успокаивается рядом с таким человеком. Ей спокойно становится. Настоящее сильное качество. Мужчина вырабатывает силу с помощью тоже ответственности. Помогать людям. Трудиться. Помогать людям. Достигать своих целей в жизни. Женщина ищет красоту. Мужчина ищет достижение целей. И те, и тот, и другой приходят к чему? В счастливой жизни. Ответственному мужчине легче жениться или нет? Да в очереди девушки встанут в очереди. Они увидят ответственность на этот мужчину. Все захотят замуж. Никто не будет против. Так? Два кирпича летят. Один говорит, я что-то волнуюсь. Другой говорит, не волнуйся. Главное, чтобы человек был хороший. Главное, чтобы человек был хороший, правильно? Душить можно только хорошего человека. Плохого не интересно. Неприятно. Ты капризничаешь, а он спокоен. Так классно. Да? Классно же, женщина? Ты капризничаешь, а он спокоен. Так классно. Можно расслабиться и жить счастливым, да? А если ты капризничаешь, он еще больше капризничает, тогда что за жизнь, да? Никакого счастья нет. Мужчина должен терпеть женские все вот эти вот проблемы. Мужчина стремится к победе, женщина стремится к красоте, к любви. Если мужчина не хочет терпеть, то это невежественно или неразумно? Вот мы сначала с вами сейчас изучаем, на что надо смотреть и что надо делать. А потом будем изучать «если», слово «если». Это означает «моя плохая судьба», «если». Потому что если мужчина не такой, тогда надо поискать, что в этом мужчине хорошего сначала. И вот это хорошее победит плохое в нем. Ну, допустим, ребенок, допустим, не хочет математику учить, да? Вы сначала найдите, что он хочет учить, и очень сильно вдохновите его это учить. И когда он начнет вдохновиться учить все остальное, математика тоже подтянется, потому что он вдохновится учиться. И ему легко будет подтянуть то, что ему не подходит. У каждого человека есть хорошее и плохое в жизни. Когда мы в хорошее вкладываемся, плохое подтягивается само. Но когда мы в плохое вкладываемся, обращая внимание на плохое, хорошее все исчезает. Вот представьте, вот красивая поляна, там много-много цветов, они просто классно пахнут. Ну и так как это поляна, это же природа, там обязательно ходят животные, да? И какое-то животное на этой поляне кладет кучку. Чего не надо делать на этой поляне? Чего не надо делать? Не надо эту кучу трогать. Вот красивая поляна, радуйся цветам, не надо подходить к куче, изучать, что это такое и шевелить ее. Будет удобрение. Вся поляна будет вонять. Не трогай, не воняет. То же самое у человека, у него есть много цветов в характере. Вот ты наслаждайся этими цветами. Плохое, не трогай, будет вонять. Аналогия понятна? В человеке и на поляне одинаково, понимаете, все работает. Вот если раздербить плохое, вот он целыми днями будет ходить и вонять только, и все. Но если вы не трогаете у него плохое, то оно не воняет и не видно, и все нормально. Поэтому учитесь трогать только хорошее в человеке. Вдохновляйте его жить, пускай он расцветает, пускай становится красивым, а плохое превратится в удобрение. Оно потом станет причиной его роста. Когда плохое у человека не трогать, то он с помощью плохого развивается. Потому что когда нет плохого, нет импульса для развития. Допустим, муж ленивый, безответственный. Хорошего куча, вот и вкладывайтесь в хорошее его. А он, когда станет сильным, он сам со своей безответственностью разберется. Он же сам знает, что у него плохого. Но если женщина гасит своего близкого человека, тогда она гасит свою собственную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова